Теперь нам нужно выбрать, что мы будем модулировать. Инструмент Mystic, так же как инструменты ProLog и Spectre, о которых мы скоро будем говорить, может предложить большое меню для организации модулирования и использования активности клавиатуры. НЧ-генератор может модулировать до 8 назначенных параметров, так же как и модулирование с помощью активности клавиатуры, тоже 8. Velocity устанавливает, как резко или мягко вы нажимаете клавишу. Используем первый LFO, чтобы модулировать громкость. Кликните здесь и выберите Volume. Величину установите на 30. Теперь, когда мы играем ноты, впечатление использования Leslie Dynamics. Давайте используем второй LFO. Волну оставьте синусоиду. Скорость поставьте 21, а глубину 41. Убедитесь, что режим синхронизации у второго генератора тоже Part. Следующий параметр выберите Course. И его величину установите 99. Для модуляции мы можем использовать Envelopes, кривые. Давайте используем Envelope 3 для модулирования ручки Cut. Выберите кривую 3, атаку поставьте 2, Decay 31, Release 28, а Sustain 0. Как дополнительный параметр выберите еще Cut, а величину поставьте 68 или около. В закладке Event мы можем настроить, как различные параметры будут реагировать на использование колеса модуляции Module и активность клавиатуры. Давайте колесо модуляции закрепим за уровнем НЧ-генератора, чтобы мы могли управлять эффектом Leslie. Так что следующее назначение сделаем на уровень первого LFO и Level установим 50. И под конец добавим несколько эффектов, используя последнюю закладку. Чтобы включить блок Distortion, Delay или модуляции, нажмите кнопку Активирование. Я не хочу использовать Distortion, так что займемся дилеем. Включите этот блок. Мы будем использовать Cross Delay, когда дилей направляется то на левый, то на правый канал. Отключите Song Sync, синхронизацию с проектом. Дилей 1 поставьте на 78. Дилей 2 на 233. Фидбэк – 58. Фильтр – 11735. И левел уровень 50. Давайте также добавим немного коруса. Включите модулятор и выберите Корус. Rate поставьте 0, Depth – 60, Delay – 50, Feedback – 0 и уровень 85. Вот, действительно хорошо звучит. В секции SR мы можем менять скорость сэмплирования. Если поставить на полную, нажать кнопку F, то скорость сэмплирования будет соответствовать скорости сэмплирования в проекте. Одна вторая соответствует половинной скорости. И одна четверть соответствует одной четвертой скорости проекта. Чем меньше скорость, тем будет меньше высоких частот. Конечно, страдает качество, но можно добиться интересных эффектов. Плюс к тому, уменьшается нагрузка на компьютер. Ладно, оставим на полную. И, наконец, еще два контроллера, которые я не сразу и разглядел, где они. Слева вверху диапазон питчбенда, а справа вверху максимальное количество голосов. Вот такой инструмент Мистик.